История знает немало попыток объяснить фашизм, дать определение этому явлению. Большинство этих определений обладают серьезными изъянами и раскрывают понятия очень поверхностно, говоря о тоталитаризме, однопартийности, власти вождя, милитаризме и шовинизме. Делая упор на внешние и отдельные признаки, создается путаница, из-за которой фашистским можно назвать что угодно, даже коммунистический строй. Чем с огромным энтузиазмом пользуются представители либеральной буржуазной пропаганды, нарочно записывающие в один лагерь фашистскую Германию и социалистический Советский Союз. Однако существует определение, которое наиболее емко отражает суть фашизма. Оно принадлежит Георгу Димитрову, человеку, твердо и последовательно защищавшему свою коммунистическую революционную честь перед лицом фашистского суда в Германии. Когда коммунистов обвинили в поджоге Рейхстага, чтобы оправдать будущие репрессии против рабочего движения. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Как политическая доктрина, фашизм зародился в Италии. Именно там, в период между двумя мировыми войнами, появилась идея накрепко соединить корпоративный капитал и государственную машину. Создать тотальное государство, вне которого никто и ничто не имеет ценности. Объективные классовые интересы в таком государстве отрицаются. Они подменяются идеями солидаризма, бесконечной преданности своей нации и вождю. Монополисты всех стран требовали от своих государств защиты и помощи для подавления нарастающих рабочих волнений. Там, где риск потери влияния был особенно велик, буржуазия привела к власти собственных фашистских вождей. На счету фашистских диктатур, поддерживаемых деньгами монополий и международных банков, многомиллионные жертвы Второй мировой войны, а также десятков других войн и грабительских вторжений. Каждый выстрел, сделанный солдатами фашистских армий, был щедро оплачен финансовым капиталом и вернулся к буржуазии в виде еще большей прибыли. Благодаря огромным усилиям и героизму вооруженных рабочих Советского Союза и союзных стран, фашизм в своем первом воплощении был побежден. Но, несмотря на все те жертвы, принесенные коммунистами и антифашистами во имя победы, предпосылки для возникновения новых фашистских режимов никуда не исчезли. Причина тому – власть монополистического капитала, кризисы и противоречия которой порождают новые поводы к установлению открытой диктатуры, мировому рыночному переделу и, в конечном счете, к развязыванию новой войны. В условиях всеобщего кризиса капитализма происходит процесс распада прежних социальных отношений. Разоряются слои мелкой буржуазии, усиливается эксплуатация, идет обнищание трудящихся. Все это вызывает масштабное недовольство и увеличение протестной активности масс. В момент, когда монополистический капитал теряет возможность обеспечить стабильный уровень эксплуатации мирным путем, происходит резкий переход к открытым формам буржуазной диктатуры – к фашизму. Речь идет о возревании классической революционной ситуации, ответом на которую является фашистский переворот. Фашизм в первую очередь присущ наиболее слабым звеньям капиталистической цепи. Тем странам, где классовая борьба угрожает основам капитализма. Где без насильственного политического переворота капиталисты не способны более подчинять себе всю политическую жизнь. Коммунистическая партия, выражающая интересы рабочего класса и нацеленная на захват политической власти, несет особую опасность для буржуазного строя. В ходе фашистских переворотов первыми под удар реакции попадают именно коммунистические организации. Единственные, кто потенциально способен превратить революционную ситуацию в революцию. Существует мнение, высказанное когда-то буржуазным историком Эрнстом Нольте, что фашизм порожден коммунизмом. Что фашизм – это реакция на деятельность коммунистической партии. И без нее фашизм якобы никогда бы не возник. Якобы безумные коммунисты породили фашизм, вокруг которого сплотились неравнодушные мещане, владельцы собственности, намеренные предотвратить кровавую революционную анархию. Фашизм действительно является последним средством спасения капитализма перед лицом революционной угрозы. Но эта угроза появляется не столько из-за компартии, сколько из-за прогресса производительных сил и связанного с ним нарастания классовых противоречий. Именно эти объективные условия подрывают капиталистическую стабильность. Фашизм призван хотя бы временно устранить их. Разрушить часть производительных сил, подчинить пролетариат бунтующей мелкой буржуазии, подавить классовую борьбу в войне между нациями. Таковы вкратце особенности фашизма, характерные для любой его формы, вне зависимости от названия. Германский национал-социализм, испанский фалангизм, итальянский фашизм, румынский гвардизм, украинский национализм и тому подобные течения, несмотря на внешние различия, преследуют одну и ту же цель – спасение погибающего капиталистического строя, усиление эксплуатации рабочих, обуздание революционной энергии пролетариата и подготовку к войне. Именно в этом заключается суть фашизма. Фашизм не является эксцессом. Это не результат воли злого гения, обманывающего миллионы, и нетрагическая случайность истории. Фашизм – логичный и закономерный продукт развития противоречий капиталистической системы эпохи заката. Наиболее полно выражающий ее реакционные тенденции и отвечающий интересам класса капиталистов. Класса, который сегодня одной рукой вытирает фальшивые слезы, печалясь об ужасах фашизма, а другой рукой развязывает агрессивные войны, насаждает самую черную реакцию и религиозное мраковесие, уничтожает остатки буржуазной представительной демократии, одно за другим ликвидирует завоевание пролетариата в социально-экономической сфере. Капитализм превратился в тормоз общественного развития, и только фашизация с ее милитаризмом, мракобесием и тенденцией к неограниченной диктатуре узкой клики богачей спасает современную экономическую систему от полного коллапса. Субтитры создавал DimaTorzok